Здравствуйте! В эфире программа «Тема». Чуть меньше двух недель остается до Нового года. Какая программа мероприятий ждет белгородцев, там расскажет гость нашей студии, руководитель управления культур администрации Белгорода, Грекова, Людмила Васильевна. Здравствуйте! Здравствуйте! Людмила Васильевна, уже такая добрая традиция накануне Нового года встречаться в этой студии и рассказывать, что ждет белгородцев и гостей нашего города в новогодние праздники. Действительно, меньше двух недель. И для нас, для работников культуры, это время насыщено такими хлопотами приятными, приготовлениями, репетициями последними. И действительно, чтобы для самых, наверное, ожидающих этот праздник людей, а это наши дети, это те люди, которые еще ждут сказку, верят в это чудо. Мероприятия начнутся уже вот в эту субботу. Мы даем старт всем новогодним мероприятиям нашего традиционного парада Деда Морозова «Снегурочек». И, кроме того, это всегда знаменовывается старт тем новогодним утренникам, которые проходят в общеобразовательных школах, в учреждениях культуры, те интермедиа под елкой, на которые мы ждем наших малышей и детей, подростков. Этот год у нас немножко таким охарактеризован такой особенностью. У нас 6 января 2019 года, знаменательная дата в истории нашей области, это 65 лет со дня образования области. 65 лет назад город Белгород стал, наверное, лицом региона. И многие из новогодних мероприятий мы стараемся приурочить к этой дате и каким-то образом, ну, кроме того праздника, который традиционно, вот стараемся, чтобы вот эта дата каким-то образом прослеживалась. Прослеживалась, да, красной нитью. И прежде всего на тех праздниках, которые пройдут на Советах территории. То есть у нас уже с 22-го числа начнутся вот такие праздники, на которых мы хотели бы, чтобы люди вспомнили и сказали слова благодарности тем, кто, наверное, каждый день на своем рабочем месте, в своем дворе делает наш город лучше, делает наш город краше, помогает. Иногда это незаметно, иногда это вот не те великие дела, о которых мы часто слышим, а вот те рядовые дела, которые, наверное, многим не видны, но вот хочется, чтобы вот этот праздник был не только Новым годом, но и вот такой знаменательной датой. Поэтому в настоящее время стартовала акция, которая называется «Ларец добрых дел». Наверное, вот уже несколько репортажей об этой акции было, и вот хочется, чтобы белгородцы вспомнили, действительно, те добрые дела, которые они сделали, может быть, их соседи сделали. В своей жизни и за прошедший год. Или предложили, что можно сделать. Или предложили, что можно сделать. Но здесь скорее вот отметили тех людей, которых… Это могут быть учителя, врачи, это могут быть, я не знаю, даже тот же дворник в твоем дворе, который каждое утро своей работой делает, наверное, нашу жизнь лучше, комфортнее, удобнее, радостнее. Кто-то, может быть, это певец, может быть, это какой-то артист, который просто понравился, который просто сделал праздник человеку и запомнился. Вот мы хотели бы нацелить белгородцев именно на это. Ну и кроме того, конечно, вот та новогодняя атмосфера, которая создается в преддверии праздника, и вот то украшение города, которое уже… Уже преобразился, уже преобразился. Уже преобразился, да, и Соборная площадь, уже елка стоит, уже начинает… Вот ярмарка на Соборной, наше традиционное, уже становится мероприятие, и эта ярмарка начнет работать уже с 22 декабря. В этом году вот особенность этой ярмарки будет в том, что у нас она будет немножко тематическая. И выделены дни, когда у нас будет День сладостей, День оливье, День шашлыка, День русской каши. То есть те субъекты предпринимательства, которые на этой ярмарке представляют свою продукцию, они будут тоже между собой как-то соревноваться, будут стараться удивлять горожан какими-то новыми рецептами, какими-то новыми блюдами. Ну и в течение года нас радовали различными гастрономическими фестивалями, а тут решили совместить, да, все? Да, решили совместить, и будет в том числе День русской каши, нашего… Исходно русского, ты любимого. И нашего фестиваля, который достаточно так… Хорошо вошел уже, да, в рейтинг. И более того, он стал победителем многих международных конкурсов, он известен уже на уровне нашей страны. И вот в очередной раз мы приглашаем белгородцев прийти и, наверное, отведать вот те изюминки, те, которые были в рамках фестиваля на протяжении уже более трех лет, собранные эти рецепты. Вот еще раз их попробовать. Ну, традиционной точкой отсчета новогодних мероприятий становится парад Дедов Морозов, о котором вы уже сказали. Каждый год он все более массовый, все более разнообразные участники принимают участие. Как будет в этом году? И может быть, кто-то еще успевает запрыгнуть вот в этот караван? Это открытое мероприятие, это такой фестиваль, в котором может принять любой желающий участие, как в образе Деда Мороза и Снегурочки, так и в образе любого такого новогоднего театрализованного персонажа. То есть это может быть костюм, которым хочется удивить горожан, которым хочется порадовать детей. Поэтому любой желающий в 3 часа дня, 22 декабря, мы стартуем от здания городской администрации. По Гражданскому проспекту этот парад проследует на Соборную площадь. В этом году мы решили наш парад сделать в формате такого большого хоровода. Погода обещает быть морозной, поэтому я надеюсь, что вот это тоже согреет. И попытаемся мы создать такие вот хороводные па всякие разные и один большой хоровод. Вот этим мы решили обозначить парады Деда Мороза в этом году. Что учреждения культуры? Какие новогодние представления готовят для юных зрителей? У нас традиционно начинаются во многих учреждениях культуры детские спектакли. Самая разная тематика от Лунтика и Снежной Королевы до, наверное, таких традиционных русских народных героев, которые будут участвовать в этих театрализациях. Поэтому мы ждем не только детей. Вот мой опыт показывает, что спектакли смотрят с интересом и родителей. Конечно. С не меньшим интересом, поэтому мы ждем и детей, и родителей на этих интермедиах. Я надеюсь, что это будет вот такой праздник, такое погружение в сказку. Может быть, в детстве. Я думаю, что на сегодняшний день для любого человека воспоминания, ощущения того праздника детства, забытого, ожидания чуда, оно всегда приятно. Что на округах, какие мероприятия будут проходить, как активно подключаются ТОСы, местные жители? Безусловно, на наших 27 территориях, начиная с 22-го, начнутся уже такие театрализованные в формате народных гуляний праздники. С кашей традиционно, с хороводами, с концертами. И вот, как я уже говорила, с поздравлениями, словами благодарности тем людям, которые вносят вклад каждодневный. Почему на ТОСах? Потому что это наши соседи, это люди, которых мы знаем, которых мы замечаем. Когда все соседи говорят спасибо, наверное, это очень важно. И я надеюсь, что это приятно. Всегда сердцем, таким средоточием праздничной программы является Соборная площадь. Вот какой будет новогодняя ночь, какие мероприятия будут там? Ну, безусловно, наша Соборная площадь становится таким центром притяжения всех новогодних мероприятий. Я надеюсь, что вот старт, который даст парад Деда Морозов, он будет понарастающий. Я уже сказала про ярмарку на Соборной. Безусловно, традиционные интермедии на Соборной площади. Ну и в новогоднюю ночь мы постарались так немножко насытить это мероприятие. У нас будет выступать кавер-группа, у нас будет фаер-шоу в новогоднюю ночь. В этом году мы решили пораньше начать. Если традиционно на Соборной площади мероприятия начинаются в час ночи, но вот опыт показывает, что люди готовы и раньше выходить. Под бой курантов практически. Под бой курантов, да. Поэтому в этом году в половину первого мы уже ждем всех белгородцев и мы начинаем раньше. Соответственно, продлим на час дольше, потому что действительно вот готовы. Готовы жители выйти, готовы танцевать, готовы играть, готовы водить хоровод за Дедом Морозом, Снегурочкой. И вот мы надеемся, что вот такая насыщенная программа, концертная прежде всего, мы усиливаем ее. Я надеюсь, что она будет таким сюрпризом, подарком, ну и создаст вот то настроение новогоднее, которое хотелось бы, чтобы зарядило жителей на весь следующий год. Все новогодние каникулы, Соборная площадь будет насыщенными мероприятиями. И снова мне хотелось бы отметить кукольные спектакли, которые мы, скажем так, посвятили Году театра, потому что 2019 год объявлен президентом Российской Федерации Годом театра. И вот для самых маленьких мы делаем такой вот каждый день с часу дня у нас будет такой мини-кукольный спектакль с вовлечением всех, кто... Интерактивный такой, да, со зрителями. Любые ярмарочные гуляния сопровождались театром Петрушки. На Руси это неотъемлемая часть. Вот такой мини-театр Петрушки, который мы сделаем на площадь, я надеюсь, будет вот такой изюминка. Ну и, безусловно, это спортивные мероприятия. Вот так, потому что калории после тазика с Ильей надо куда-то одевать. Вот какие будут организованы площадки? У нас Соборная площадь по-прежнему будет площадкой такой для, ну вот, наверное, таких, скорее, шуточных спортивных соревнований. Уже первого числа мы всех ждем на забег. Как это неожиданно не звучит, но действительно первого числа января у нас проходит ежегодный забег. В этом году бежим 2019 метров. Забег обещаний, да? Забег, назовем его, да, забег обещаний. И, наверное, забег обещаний быть здоровым, быть счастливым, быть радостным. Всех приглашаем на него и надеюсь, что это будет менее трудно, но весело. И ежедневно. Ежедневно у нас будет и фестиваль финской ходьбы, и фитнес-день, и танцевальный день. День таких, назовем его так, детский день. У нас 3 января будет традиционный парад стилизованных детских санок. Это будет вот такой семейный праздник, соревнования для семей. От бега в мешках и перетягивания канатов до, наверное, самого забавного стихотворения и интересного костюма. Ну и каток же бесплатный для горожан, тоже очень здорово. В этом году каток будет работать с 10 утра до 23 часов ежедневно с прокатом коньков. У нас по-прежнему будут катания со звездой. Назовем это так. То есть те наши ведущие спортсмены области, они готовы приехать на каток и сделать такие автограф-сессии. В 15 часов каждый день будет такой представитель. А с 18 часов это традиционная молодежная дискотека. Действительно, в этом году тематику мы разнообразили. Это будут проводы хитов 2018 года и какие-то новые музыкальные молодежные произведения. Поэтому вот такие тематические дискотеки рассчитаны прежде всего на молодежь. Хотя, конечно, это любой возраст. Я знаю, что молодежь уже готовится. Вот с киби-дичейндж у вас будет, да? Да, да, да. Уже разучивают движение. Хотелось бы, чтобы Соборная площадь стала таким вот драйвовым местом, где можно было подвигаться, где можно было бы найти себе, ну вот такие, наверное, развлечения активные. Прежде всего, активные. Ну и наши традиционные концертные программы. Каждый день мы надеемся радовать горожан и песнями, и караоке, и какими-то массовыми флэш-мобами такими танцевальными. Каждый, наверное, горожанин стремится какой-то день выехать на Соборную площадь, чтобы, наверное, пофотографироваться, наверное, встретиться с кем-то, просто погулять. Там же очень много световых фигур, этих фото-зон, где можно сделать памятные фотографии семейные. В какой бы день новогодних каникул, туда ни приехали, в каждый день у нас будет насыщенная программа, и каждый день можно найти на любой возраст и на любой вкус себе развлечения. Впереди длительные новогодние праздники, причем еще и рождественские. Какая программа будет под Рождество? Два таких дня мы выделяем в череде новогодних каникул, это 6 и 7 января. 6 января, как я уже говорила, это день образования области, поэтому мы посвящаем этот день именно этой дате. Начиная от флэш-моба, посвященного любимому городу, и всех желающих мы приглашаем в час дня принять участие в этом танцевальном флэш-мобе, и дальше у нас начнется вот такая концертная тематическая программа на весь день, именно посвященная Дню образования области, посвященная любимому городу. А 7 числа это традиционный рождественский праздник, и пройдет у нас и молебен на площади, и крестный ход от Преображенского собора, и такой рождественский концерт. В Рождество есть такая традиция гадать на варениках, прятать туда какие-то сюрпризы. Я знаю, что и вы не обошли страной эту традицию русскую, и будет фестиваль вареников. Да, мы завершаем нашу череду новогодних праздников фестивалем вареников. Это уже второй открытый городской фестиваль. В прошлом году мы попробовали, и не могли не продолжить эту традицию, потому что действительно... Востребована, кажется. Востребована, да. И вот эти, наверное, святошные гуляния, которые приходятся на Старый Новый год, и вот эта любовь все-таки нас всех к этому празднику, она не меньше, чем в новогоднюю ночь. И 12-13 января на Соборной площади пройдет этот фестиваль вареников. И, наверное, основные мероприятия пройдут 13-го числа. Под Старый Новый год. Под Старый Новый год. С дегустацией самых разнообразных вареников, самых неожиданных начинок, самых, наверное, таких сокровенных желаний, которые там будут. И вся эта игровая программа в Старый Новый год закончится в 5 часов. У нас будет выступление Мерсивного театра из Санкт-Петербурга. Вот надеемся горожан удивить вот таким действом, которого у нас еще не было. Мы в этом году вообще стараемся усилить программу. У нас будет на протяжении всех новогодних мероприятий и фрик-шоу, и вот те ростовые куклы, которые мы готовим, новые ростовые куклы. И вот такие маленькие сюрпризики, которые не хотелось бы раскрывать, но я надеюсь, что они добавят, наверное, каждому пришедшему на Соборную площадь настроение. Ну что ж, действительно ждет очень интересная, насыщенная программа. Уверена, что всех зарядит положительным, хорошим настроением на Новый 2019 год. Это была программа «Тема». Увидимся на телеканале «Белгород-24». Субтитры создавал DimaTorzok